Всем привет! Вы смотрите Эконовости на ТВК. В ближайшие несколько минут вас ждут события из сферы защиты природы. Давайте узнаем новости из Красноярска, России и мира, от которых легче дышать. В России могут запретить цветные пластиковые бутылки. Об этом сообщают известия со ссылкой на документы российского экологического оператора. Такая инициатива может вступить в силу уже в 2024 году. На первом этапе компания предлагает ограничить распространение пэт-бутылок ярких цветов, например, красного, желтого, зеленого и т.д. Чаще всего их используют для производства напитков. Также в список на остановку оборота попали тонкая термоусадочная пленка, которую чаще всего мы привыкли видеть в качестве этикеток на бутылках, сумки, сетки для овощей и фруктов и пластиковые капсулы для кофе. Известия пишут, что в 2024 году могут запретить до пяти видов пластиковой упаковки. В 2030 это число может увеличиться до 20 видов. Основной смысл подхода – отказаться от неэкологичной тары, которую сложно или невозможно переработать. На Алтае восстановят озеро Манжирок. На это планируют потратить 800 миллионов рублей. Программа предполагает очистку уникального водоема, а также питающих его родников. Манжирок находится у подножия горы Синюха на высоте более 400 метров над уровнем моря. А уникальным озеро считается как раз из-за системы родников, которые его питают. Когда-то водоем считался одним из самых чистых на Алтае, но еще 8 лет назад исследования показали, что он мелеет и быстро зарастает. Также эксперты пишут, что усугубил ситуацию с озером предыдущий проект. Тогда в систему родников начали выбрасывать всю массу, которую вычерпывали из озера. В итоге оно превратилось в иловую взвесь. Новый проект по очистке будет состоять из двух этапов. На первом будут очищать и выпускать рыб в водоем, а на втором создадут условия для отдыха, в первую очередь для местного населения. Российских производителей обяжут перерабатывать упаковку. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении. Сейчас за утилизацию твердых коммунальных отходов платят жильцы многоквартирных домов. Однако, если инициативу окончательно одобрят, то утилизацией использованной упаковки займутся производители товаров и импортеры. Доля использованной упаковки в России составляет почти половину от объема твердых коммунальных отходов. Это 50 миллионов тонн в год. Согласно законопроекту, переработкой придется заниматься компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые производят товары в стране или тем, кто их поставляет из-за рубежа. От утилизации можно будет отказаться, но тогда придется заплатить экологический сбор. Сколько точно, пока неизвестно. В Госдуме не исключили, что вступление законопроекта в силу может снизить тариф на вывоз мусора. Прямо сейчас на экране вы видите уровень загрязнения воздуха по данным общественников за неделю. Наиболее загрязненными районами с 19 по 25 июня оказались советские и ленинские, а самыми чистыми стали октябрьские и центральные районы. На этом все. Вы смотрели ЭК-Новости на ТВК. Увидимся в эфире.